Здравствуйте, дорогие, любимые зрители! С вами Мария Великотна и, конечно, наш обзор осеннего сада, мы начинаем со входа. И обратите внимание, как красиво украшен вход осенью. Я вам уже говорила о тыквочках, но вот посмотрите, как прекрасно смотрятся и тыквочки, и декоративная капуста, и даже перчик, и сапоги, как это все, и обязательно, кстати, элемент с дерева, как это все прекрасно смотрится, сочетается, и несмотря на то, что растения в корзинах уже потеряли свой вид, но все равно вот эти вот осенние краски, вот эти осенние бордовые цвета смотрятся великолепно. Ну вот мы уже с вами говорили о голубых елях, и обратите внимание, как они прекрасно вписываются вот в эти осенние краски. Очень жаль, что у нас, как правило, голубые ели почти в сады не сажают, это очень обидно. А посмотрите, как они украшают любой сад, как это красиво! Ну и, конечно, деревянные какие-то вот старые фрагменты, они очень украшают тоже сад, но это вот кусочек перед входом в дом, и опять еле-еле, и вот сочетание их с осенней окраской листвой. Чем осенний сад хуже летнего? Посмотрите, какие яркие краски! Кстати, вы обратили внимание, что в летнем саду краски не такие уж яркие, там достаточно скромно, если не считать вас, украшения. Осенний сад, вот он наполнен вот этими вот замечательными красками. И так перед вами самая большая, самая главная часть сада. И вы видите посередине огромная лужайка, и вокруг уже идут посадки. На заднем плане, как я уже говорила, высокие растения и деревья, и потом идут кустарники, и самый нижний ряд – это уже многолетники. И посмотрите, сочетание вот этих красок осеннего сада, ну, просто великолепно! Я всегда говорила о том, что деревья и кустарники обязательно сажайте в вашем саду, а тем более, если вы живете там, если вы довольно-таки продолжительное время бываете вот в этом саду. Посмотрите, как декоративно даже смотрятся опавшие листва вместе с деревянными какими-то вот корнями, корягами. Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрите, как стильно, как гармонично выглядит этот сад. А вот стильность достигается такими секретами. Обратите внимание, что помыс, настил деревянный, стол и забор, они, в общем-то, решены в одних и тех же красках. Не старый забор и не старый настил – это такая краска, которая создает впечатление состаренности. Посмотрите, как она с частицом гармонирует. Вот забор такой деревянный, настил деревянный, камни даже какие-то вот здесь вот есть. Все-все-все коряги такого же цвета. То есть вот все как-то в гармонии. И это дает не столько, не такое разнообразие уж сильных красок, потому что, еще раз говорила, краски вносятся, как правило, здесь вот в этом саду с горшками, с цветами. И вот посмотрите, даже мебель наверху, она тоже в таких же тонах решена. И за счет этого получается очень стильный сад. Здесь не так много растений, но стильность, вот стильность, стиль, сразу чувствуется, что это уже высокий уровень сада. А акцентами в саду служит яркая мебель, вазоны с яркими цветами и такие малоархитектурные формы. Вот мы там видели баилка для птиц, выкрашенный в синий цвет. И вот смотрите, достигается не обилием каких-то цветных растений, не яркостью, а вот именно какой-то такой умеренностью. И это очень важно, это очень стильно. Вот по всей видимости, это сад как раз достаточно таких вот богатых людей. Видите, как решен забор. И вот, кстати, балюстрада на деревянной террасе, поднятой, открытой, она тоже в этом же стиле решена. В этих же серых тонах, как будто бы выбеленных немножко. И даже малые архитектурные формы, тоже в таком же серовато-выбеленном цвете. Все органично, все в одном стиле. И посмотрите, фокусная точка, которая открывается с террасы. Ярко-красная металлическо-ажурная мебель. И за ней очень красивый старинный вазон с такими яркими цветами. А я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До новых встреч, до нового фильма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok